У Анапчан появилась уникальная возможность стать сотрудником инновационного технополиса «Эра». Сегодня его представители пришли на ярмарку вакансий в качестве работодателей. Особым спросом у элиты российской армии пользуются квалифицированные технические кадры и инженерные специальности. Однако устроиться на работу в технополис смогут и медсёстры, бухгалтеры, а также младший персонал. Она будет постоянная работа, нормальная продолжительность рабочего времени с 9 до 18 часов. Оформление по трудовой книжке, нет у нас как-то выплат. Ну, соответственно, конечно, чтобы было образованию, диплома. Желательно, конечно, опыт работы. Заявки подали 22 работодателя. Гостиницы и рестораны, санаторно-курортные комплексы, пекарни, частные медицинские клиники. Найти работу по профессии не составляет труда. Вакансии открыты и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников школ и пенсионеров. Как отмечают специалисты соцзащиты, главное внимательно изучить условия договора. Лишь официальное трудоустройство и белая зарплата позволят избежать проблем в будущем. Есть люди, которые де-факто проработали по 40 лет и даже более. И у них есть все основания для того, чтобы получить, например, статус получателя межсоциальной поддержки, ветерана труда. Но, к сожалению, когда начинаем работать с документами, то отсутствие официальной записи в трудовой книжке сегодня не дает людям возможности получать достаточно хорошие меры социальной поддержки, ежемесячные выплаты и 50% коммунальных выплат. Поэтому я думаю, что, пользуясь услугами таких ярмарок вакансий, люди быстрее найдут. Вот пройти по всем предприятиям, учреждениям города достаточно сложно. Надо найти, услышать. А здесь человек может увидеть и иногда сталкивается с такими предложениями, о которых для себя он даже не предполагал до того, как пришел сюда на ярмарку. Чтобы повысить социально-трудовую грамотность анапчан, Центр занятости проводит лекции и мастер-классы. Прямо на ярмарке будущий сотрудник заполняет документы под руководством специалистов, составляет резюме и проходит собеседование с работодателем. Наше министерство уделяет большое внимание работе с легализацией трудовых отношений. То есть, скажи нет, неформальной занятости и зарплате в конверте. Поэтому мы сейчас максимально работаем над просвещением граждан именно над трудовым, правом и правовыми отношениями. У нас около 4000 человек принимают участие в ярмарках, и, как я уже говорила, 60-70% из них трудоустраиваются. По словам специалистов, в городе-курорте нет проблемы с безработицей. Количество свободных мест больше, чем работоспособных жителей. Столь масштабные ярмарки вакансий проходят в Анапе дважды в год в рамках краевой акции «Планета ресурсов». Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.